Тихий океан превратился в самую большую свалку в мире. Каждый год в океан сбрасывается примерно 14 миллиардов фунтов мусора. Почти 90% всего плавающего в океанах нашей планеты мусора составляет пластик. А ведь его можно переработать. Основная проблема пластика, помимо его огромного количества, заключается в том, что в природе он не разлагается. Вместо этого под действием солнечных лучей он распадается на миллионы крошечных частиц, которые вечно будут плавать в наших морях или их проглотят обитатели моря, по ошибке приняв за пищу. Таким образом, пластиковый мусор включается в пищевую цепь и в итоге попадает на ее вершину, к нам. В общей сложности каждый год больше миллиона птиц и морских животных погибает от потребления пластика или от того, что они запутываются в пластиковом мусоре. В некоторых регионах объем пластика превышает объем планктона, источника жизни в океане, в 6 раз. Мы в буквальном смысле заворачиваем наши океаны в несколько слоев пластика, который угрожает не только морским обитателям, но и человечеству в его теперешнем виде. Пора принимать меры. Переработка мусора должна стать государственным законом. 80% мусора, который выбрасывают в океан, образуется на суше. Ученые, которые занимались изучением этого вопроса, говорят, что собрать сетями весь плавающий в океане мусор невозможно, потому что сети нанесут вред планктону и другим морским обитателям. Нельзя собрать мусор в отдельно взятой части океана, потому что его объем сравним с площадью целого континента. Мусорные острова уходят на сотни футов под воду. Единственное решение этой проблемы – перестать сбрасывать мусор в океан. Мы должны сокращать объемы мусора и расширять программы его переработки. Мусор нужно перерабатывать на суше, там, где образуется его большая часть. Нужно расширять программы переработки, включать в них разные виды пластика и других отходов. Государственный закон по переработке мусора, безусловно, принесет пользу окружающей среде и положительно повлияет на экономику. Расчеты показывают, что переработка мусора может принести в три раза больше прибыли на тонну, чем размещение мусора на свалках, и обеспечить работой в шесть раз больше людей. Нам необходим государственный закон, расширяющий программу переработки мусора и требующий от каждого коммерческого предприятия утилизировать отходы. Будущее наших детей под угрозой. Мы лишили Матушку Природу сил, и теперь ей нужна наша помощь. От нас зависит, изменится ли ситуация к лучшему. И от вас тоже. Зайдите на сайт harvestblue.com, подпишите петицию, требующую принятие государственного закона о переработке мусора. Помогите нам защитить планету. harvestblue.com